В современном мире стандарты красоты очень противоречивы. Мы считаем, что красивая фигура это здоровое и пропорциональное тело. Поэтому в работе с нашими участницами мы будем учитывать их тип фигур и работать именно над качеством тела, а не стремиться увидеть на весах какую-то определенную цифру. Изучив медицинские показатели, мы пришли к выводу, что вес наших участниц находятся в нормальном диапазоне. Казалось бы, зачем же тогда они пришли на проект? Быть в форме – это не только иметь идеальные бедра и талию, побороть недостатки и комплексы, полюбить свое отражение в зеркале и начать гордиться собой – вот главная задача реалити-шоу «Я могу». У всех девушек очень схожие желания – убрать жир с живота, боков и бедер. Но нет таких чудо-упражнений, которые помогут вам избавиться только от конкретной зоны. Поэтому наша тренировочная программа будет нацелена на то, чтобы мы нарастили мышцы и избавились от жира с помощью силовых и кардио-тренировок. И сегодня у нас будет круговая силовая тренировка. Прокачаемся по полной! Я могу! Я могу! Вы много говорили о тех частях тела, которые вам не нравятся в себе больше всего. Поэтому в этом сезоне особый акцент мы сделаем именно на ваших слабых местах. Поэтому, кроме наших совместных занятий, у вас будут еще индивидуальные домашние задания, которые вам нужно будет выполнять шесть раз в неделю. Шесть раз в неделю, девочки! Домашние задания, составленные для наших участниц, будут направлены на устранение недостатков их типов фигур. Больше всего я хочу изменить свои бедра и ноги, которые мне никогда не нравились и которые выглядят огромными на фоне талии и всего тела. Тип фигуры Ксении – груша. У груш лишний вес сосредоточен в нижней части тела. Жировые отложения наблюдаются на бедрах, ягодицах. Бюст, как правило, среднего размера. Талия может быть как ярко выраженной, так и слабо выраженной. Живот обычно плоский. Цель тренировок – снизить уровень жировых отложений в области бедер, развить мышцы рук, плеч, спины и груди. Помогут комплексные ножные упражнения, интервальные тренировки на нижнюю часть тела и изолированные упражнения с одегощением на верхнюю часть тела. Моя цель на проекте – похудеть на 6 килограмм, убрать этот ненавистный мною живот, бока, чтобы у меня появилась красивая талия, подтянутые ножки, и чтобы я была красивой и нравилась себе. Тип фигуры Полины – яблоко. Грудь и талия по объему практически одинаковы. Подкожный жир у яблок концентрируется в районе живота, талии, рук, груди. Однако даже если вес внушительный, ноги остаются стройными. Цель тренировок – укрепить мышцы кора, избавиться от лишнего жира. Помогут. Тренировки в статике для укрепления мышц кора, регулярные кардионагрузки. Моя основная цель на проекте – это после 8 недель увидеть в зеркале стройную, легкую девушку. Я хочу, чтобы, увидев меня на работе, люди сказали «Вау! Она смогла!». Тип фигуры Ани – прямоугольник. Прямоугольник считается самым спортивным типом фигуры. Такой тип фигуры характеризуется отсутствием изгиба бедер, плоскостью ягодиц, излишней шириной грудной клетки. Главные проблемы этого типа фигуры – выступающий живот и невыраженность талии. Цель тренировок – укрепить мышцы кора, избавиться от жира в области талии, сделать бедра рельефными. Помогут. Круговые тренировки на проработку всего тела, интервальные кардионагрузки, направленные на избавление от лишнего жира, упражнения для ягодиц и бедер. Моя цель на проекте – это, конечно же, в первую очередь, постранять, скинуть 6-7 лишних килограмм, удивить своего мужа. Тип фигуры Маши – смешанный – прямоугольник плюс груша. Этот гибридный тип характеризуется симметрией плеч и бедер, как у классических прямоугольников, но при этом бедра чуть шире груди. Цель тренировок – избавиться от лишнего жира в области талии, сделать ягодицы более округлыми. Помогут силовые тренировки на нижнюю часть тела, регулярные кардионагрузки. Да, это нелегко – отправляться каждое утро на пробежку, не пропускать ни единой тренировки и каждый день выполнять домашние задания. Но только упорный труд, а не какая-нибудь чудо-диета или волшебные таблетки помогут нашим участницам добиться своей цели. Чтобы привести тело в желаемую форму и продолжать улучшать результаты после 8 недель проекта, нам также крайне важно научить девушек заниматься самостоятельно, без строгого надзора и контроля тренеров. Девочки, для того, чтобы вы всегда могли выполнять свои домашние задания, вы получаете абонементы в фитнес-центр. Чтобы ваши самостоятельные тренировки были эффективными и безопасными, необходимо соблюдать три несложных правила. И первое правило – это обязательно есть перед тренировкой. Занятие на пустой желудок приводит к падению уровня глюкозы в крови, что в свою очередь вызывает слабость, головокружение и потерю сил. Интенсивность тренировки уменьшается почти наполовину, что делает ее в два раза менее эффективной. Кроме того, при длительной нагрузке организм начинает потратить энергию не только за счет гликогена и запасов жира, а также за счет аминокислот мышечных волокон. Таким образом, все потраченные усилия будут напрасными. Правило два – обязательно пить до, во время и после тренировки. Вода необходима для нашего метаболизма. А при повышенных нагрузках достаточное потребление чистой воды помогает поддерживать физическую выносливость. И третье правило – это обязательно делать разминку до тренировки и растяжку после. Разогретые мышцы становятся более гибкими и позволяют лучше справиться с нагрузкой, а также это позволит избежать травм и растяжений. Растяжка после тренировки снижает боль в мышцах, помогает быстрее восстановиться и снять мышечный спазм. Всего пять минут на разминку до и растяжку после сделают вашу тренировку безопасной и более эффективной. Поэтому даже не думайте опаздывать на тренировки. Будете стоять в планке столько минут, насколько опоздаете. А мы начинаем тренировку. Я могу! Ваш путь к телу мечты начинается не тогда, когда стрелка весов начинает зашкаливать, а самооценка снижаться. А в тот момент, когда, глядя в зеркало, вы недовольны своим отражением. Именно в этот момент только вы решаете, что делать дальше – искать отговорки и жаловаться на генетику, или перестать оправдываться и начать действовать. Каждый день мы получаем сотни вопросов от наших пользователей, как убрать бока, как сделать живот плоским и как накачать ягодицы. Ответ очень прост – это регулярные тренировки и сбалансированное питание. Если вы, как и участницы нашего реалити-шоу, хотите научиться правильно выполнять упражнения и подобрать свой индивидуальный план питания, то присоединяйтесь к нашей дистанционной программе. Скажите себе «Я могу!» Субтитры создавал DimaTorzok